Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, еще раз сердечно благодарю всех вас за участие в сегодняшнем мероприятии. Сегодня мы много говорили о сохранении природы, о защите тигров. Об этом подробно, обстоятельно и профессионально говорили сегодня и ученые, эксперты, и политики. Теперь настало время сказать об этом деятелям искусства. Искусство – это такой способ общения между людьми и целыми народами, такой способ общения, который не требует подчас знания иностранных языков. Это общение на уровне души и сердца. И подчас это самый верный способ понять друг друга и укрепить доверие между людьми и между целыми странами. У меня создалось сегодня устойчивое впечатление о том, что именно на таком языке мы сегодня говорили с самого утра. И я очень благодарен деятелям искусства из разных стран мира, прежде всего из стран ареала обитания тигра, которые приехали к нам сегодня для того, чтобы своим искусством, своим творчеством поддержать наше сегодняшнее мероприятие. Мне очень приятно, что среди известных и любимых в своих странах деятелей искусства есть и российские артисты. Но об одном человеке, который, как мне сказали, здесь присутствует, я все-таки хотел бы сказать отдельно. Это известный и любимый во многих странах мира американский киноактер господин Ди Каприо. Где он? Здесь? И не только потому, что он внес сегодня, как мне сказали, 1 миллион собственных денег, миллион долларов в фонд дикой природы. Хотя это тоже важно, за это ему большое спасибо. Но дело совсем не в этом. Дело в том, что, наверное, немногие знают, я во всяком случае узнал об этом совсем недавно. Позавчера он вылетел к нам на рейсовом самолете, и когда самолет уже набрал высоту, загорелся один из двигателей. Надо отдать должное американским пилотам, они проявляя мужество, хладнокровие и профессионализм, с целью запуска системы пожаротушения, выключили все двигатели, и самолет в течение нескольких секунд находился в состоянии практически свободного полета, свободного падения. После этого двигатели запустили, вернулись в Нью-Йорк. Я думаю, что не у всех пассажиров этого рейса возникло желание тут же продолжить путешествие. Но господин Ди Каприо не из них. Он сел в другой самолет, на этом его приключения не закончились. Сел в другой самолет, на этот случай уже, в этот раз, на маленький частный самолет, и продолжил, возобновил свое путешествие. Однако в силу чрезвычайно необычного сильного ветра над океаном, самолет раньше положенного времени израсходовал топливо. Смешно. И вынужден был совершить посадку в Хельсинки, где самолет дозаправили, и господин Ди Каприо не приехал, я считаю, прорвался к нам, как через линию фронта сюда. Вот я прошу прощения за мавитон. У нас, у нас в стране, в народе, в народе, про таких говорят, настоящий мужик. И думаю, что если дело защиты природы будет, и в частности защиты тигра, будет находиться в руках людей с таким характером, то мы обречены на успех. Спасибо большое.